В самом разгаре приемная кампания 2016, и выпускники школы и девятиклассники определяются с будущей профессией. В этом году российские вузы и СУЗы пожинают последствия демографической ямы, в которой Россия оказалась на стыке 90-х и нулевых. Выпускников школ в России физически меньше, чем в предыдущие годы. Но в этом году каждый абитуриент имеет право подать заявление сразу в пять профессиональных учебных заведений по трем направлениям в каждом, и только после вступительных испытаний определиться с выбором. Поэтому пока вместе с копиями документов число заявлений вузы устраивает. Что касается СУЗов, для них активная приемная кампания начинается в августе. Но уже сейчас, очевидно, среднеспециальное профобразование, по крайней мере в Белгородской области, пользуется как никогда высоким спросом. Мы зашли на сайты трех СУЗов на выбор. Вот сводные данные индустриального колледжа о приеме заявлений. Конкурс уже вдвое-втрое превышает количество бюджетных мест. В Белгородском строительном колледже, при том, что заявления там будут приниматься до 15 августа, по некоторым специальностям конкурс уже превысил число мест. На специальность строительство и эксплуатация зданий и сооружений почти вдвое. На обслуживание и ремонт автомобильного транспорта более чем в три раза. В колледже Института культуры конкурс бьет рекорды прошлых лет. В лидерах специальность графический дизайн и дизайн среды. 20 человек на одно бюджетное место. Остальные направления тоже не обделены вниманием. Руководство Института искусств и культуры уже сейчас может сказать, что эта приемная кампания более успешна и для высшего, и для среднего профессионального обучения. Что сыграло свою роль в повышении спроса со стороны абитуриентов, об этом в сюжете. В стенах Белгородского Института искусств и культуры кратковременный штиль между двумя волнами приемной кампании. Вступительные испытания в ВУЗ уже прошли, вывешены итоговые листы, а на среднеспециальное профобразование творческие экзамены начнутся только на следующей неделе. Но уже сейчас ректор довольна результатом. Спрос со стороны абитуриентов на главный творческий ВУЗ Белгорода возрос. Если смотреть по заявлениям, которые поданы в наш ВУЗ, допустим, на три направления, то у нас ситуация значительно лучше прошлогодней. Процентов на 30 в этом году у нас заявлений больше в целом, чем было в прошлом году. Причины успеха руководство видит в новаторском подходе к продвижению ВУЗа и его творческой среды. Предприняли сразу несколько шагов. В течение учебного года была запущена акция «Студент на один день». Любой желающий из числа будущих абитуриентов мог провести в стенах института один учебный день. Даже пьяно, но цепко. Пожалуйста, еще раз. На равных со студентами пообщаться с педагогами, посетить лекции и практикумы, пообедать в столовой и пройтись по общежитию. Еще один шаг ВУЗа навстречу абитуриентам – старт открытого конкурса «Соло» по всем творческим специальностям. Гран-при давал право на зачисление без экзаменов. Это привлекло внимание ребят, в том числе и из других регионов, просто поучаствовать в очень престижном конкурсе, потому что был высокий уровень жюри. Это были известные актеры или хореографы, или художники и так далее. Еще один проект «Найди себя в БГИК». Мобильный спектакль о том, чему учат в институте и кем можно стать по его окончании. И еще один шаг. Студенты БГИК сами лично встречали будущих абитуриентов на днях открытых дверей и в приемной комиссии. Проводили для них экскурсии и из первых уст делились подробностями учебы в ВУЗе. А такая эмоциональная привязка не могла не сказаться на числе поданных в приемную комиссию заявлений. Елена Калугина, Евгений Цапков, Новости Мира Белогория.